сегодня я бы также хотел с вами немножко поделиться мыслями о которых я рассуждал и тема моей проповеди звучит так я хотел бы поговорить сегодня о мире наверное почти весь мир молится о мире на украине как и мы сегодня тоже молились и также мне удалось в прошлом году проводить несколько свадеб и у меня был такой конкурс где я задавал такой вопрос чего вам не хватает и так наверное было такое совпадение тоже с событием на украине в общем и что меня удивило что многие люди в ответе писали одно слово мира и сегодня я не хотел бы говорить о таком выражении как мир во всем мире но я бы хотел поговорить именно о мире в наших сердцах человек это такое очень беспокойное существо который постоянно о чем-то беспокоится и человек возможно начинает задавать такие вопросы что будет завтра смогу ли я заплатить все счета которые меня ожидают возьмет ли меня кто-то замуж и так далее и так далее и часто мир который у нас должен быть он теряется тогда когда в нашу жизнь приходят определенные обстоятельства внезапно которых мы не ожидаем возможно кого-то постигает какая-то болезнь кого-то уволили может хорошей работы или кто-то потерял близкого человека и это эти события ввергают человека в такое подавленное состояние и человек садится и начинает постоянно думать об этом и врагу душ человеческий человеческий нравится такое состояние когда человек падает и начинает об этом всем думать и находится в таком подавленном состоянии и такое состояние оно разрушает нас изнутри потому что мы начинаем обо всем этом думать и может у кого-то из вас был такой случай в жизни что ты садишься прочитать библию начинаешь читать и просто мысли уходят куда-то в другое ты начинаешь о чем-то своем земном думать и возвращаешься опять думаешь я пропустил не смог сконцентрироваться то что я прочитал и эти мысли отдаляют нас от бога и мешают нам концентрироваться на божьем и человек который имеет не имеет мира в сердце даже человек раздражитель он не может принести пользы не для церкви не для общества не для семьи и зачастую такой человек становится обузой вы знаете наверное все о таких животных которые называются бабуины но есть еще такие люди которых можно назвать бубуины которые постоянно бу 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 и всем недовольны и это сразу говорит о том какое состояние сердце находится у человека когда он постоянно всем недовольны ты подойдешь к человеку просто сказать привет как дела и он уже начинает тебя засыпать всеми своими вот этими недовольствами на все окружающие я бы хотел обратиться к священному писанию в священном писании огромное количество примеров и людей на которые мы можем смотреть и учиться от них и я бы хотел два примера для нас вспомнить первые давайте откроем даниила третью главу 14 по 18 стих мы буквально недавно это проходили с детками на рассуждение мы знаем когда сидрах месах я в динага предстали перед царем за то что они не хотели поклониться истукану и давайте прочитаю из 14 стиха на выхода носор сказал им с умыслом ли вы сидрах месах я в динага богам моим не служите и золотому истукану которого я поставил не поклоняетесь отныне если вы готовы как скоро услышите звук трубы свирели цитры цевницы гусли симфонии всякого рода музыкальных орудий падите и поклонитесь истукану который я сделал если же не поклонитесь то в тот час будете брошены в печь раскаленной огнем и когда какой бог и тогда какой бог избавит вас от руки моей вот мы видим что эти юноши находятся в такой ситуации где их не жизни можно сказать вот вот угрожает что они могут умереть и давайте я прочитаю ответ которые дали эти юноши и отвечали сидрах месах я в динага и сказали царю на выходу носору нет нужды нам отвечать тебе на это бог наш которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит если же и не будет того туда будет известно тебе царь что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану которого ты поставил не поклонимся вот мы видим этих юношей и состояние их них сердец и о том что какой с каким спокойствием они к этому относились что мы видим что у них был мир и они насколько доверяли нашему богу и второе место второй человек о котором я бы хотел также нам напомнить это иов и когда у него произошли все беды вот просто человек жил у него все было у него был огромный достаток всего можно сказать все было хорошо и когда вот приходили слуги рассказывали одну беду за второй что вот то произошло то произошло конечном итоге рассказали что все его дети умерли и я хотел бы зачитать иова с 20 стиха после этого смотрите что сделал иов тогда иов встал и разодрал верхнюю одежду свою остри голову свою и пал на землю и поклонился и сказал наг я вышел из чрева матери моей наг и возвращусь господь дал господь и взял да будет имя господне благословенно во всем этом не согрешил иов и не произнес ничего неразумного о боге я действительно настолько удивляюсь иова что после всего вот у нас возможно в нашей жизни бывают какие-то такие мелочи которые нас тревожат мы беспокоимся об этом но у иова произошло катастрофически большие такие вот всякие потери и мы видим насколько он доверял богу и он имел этот мир в сердце я бы хотел чтобы мы также открыли филиппийцам 4 главу 6 и 7 стих не заботись ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе и иисусе я бы хотел дальше свою проповедь именно концентрировать на эти стихи мы еще будем к ним возвращаться не заботьтесь ни о чем возможно кто-то скажешь но этот как-то чересчур банально наверное чересчур легко вот у меня возможно есть какая-то такая ситуация очень сложная и как я могу об этом не заботиться и не беспокоиться но я бы хотел обратить наше внимание на то что эти слова написал павел в тот момент когда он находясь в тюрьме возможно ожидая уже своей смерти и он конечно же этого не хотел так сложились его обстоятельства он был очень активный человек много ездил проповедовал и он оказался в такой ситуации но мы видим что он был имел мир и он был спокоен и что же нам нужно делать чтобы иметь тоже такой мир своем сердце еще раз хочу прочитать не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания перед богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе иисусе мы видим что здесь вот есть такая структура в этих стихах что написано что не заботиться но нужно делать что то молиться и с благодарением открывать свои желания и тогда мы сможем получить этот мир я бы хотел также вы проповеди разделить на таких три аспекта именно что отвержение беспокойства второе это молитва и третье обретение этого мира что означает вообще не заботиться ни о чем я думаю что это не то же самое что можно сказать какая-то беспечность да что мы должны просто оставить все самотеком пусть все идет как есть нет павел не это имеет ввиду но павел имеет ввиду чтобы мы не проявляли такое беспокойство вот мы видим опять же павла у него что он находясь в тюрьме у него не было какого-то нервного острова если посмотреть именно на это послание к филиппинцам оно довольно короткое такое и в нем 16 раз встречается слово радость да то есть находясь также в таких обстоятельствах павел еще получается у него писать такое радостное послание что вообще означает не беспокоиться это я вот вспоминаю когда вот началась корона вы может может тоже вспомните когда у нас здесь началась тоже такая атака на супермаркеты да когда все начали беспокоиться о том что будет недостаток и ты и всего остального и это тоже не так уж и плохо но есть замечаю такое что человек в этот момент возможно начинает не доверять также богу и вот это беспокойство это оно является такой греховной суетностью и она как-то может так настолько сильно беспокоить что где-то вот у нас начинаются какие-то проявляться такие надежды которые нас в одну сторону тянут потом какие-то страхи в другую и реальность вообще показывает третью сторону и это вызывает какие-то у нас стрессы тревоги разные и из-за этого беспокойства даже у человека может быть физические последствия как головная боль плохой аппетит и плохой сон и есть такие такое также выражение что не успел встать с кровати как уже устал это когда человек постоянно находится с этими мыслями и эти мысли забивает ставят на второе место все то божий человек концентрируется только на своих проблемами ему все вокруг кажется уже таким серым и вот это беспокойство которым говорит павел это не просто какой-то пустяк я бы сказал что это такой грех сердца потому что это означает что мы не верим в силу мудрость нашего господа и когда мы вот так настолько сильно беспокоимся это это говорит о том что мы смотрим вот на себя на наши обстоятельства вместо того чтобы смотреть на нашего бога и зачастую причиной всех вот этих наших забот суеты всякого беспокойства является то что мы отрываем наш взгляд от нашего великого бога матфея 6 глава 25 и 26 стих посему говорю вам не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить не для тела вашего во что одеться душа не больше ли пищи и тело одежды взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирает в житнице и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их вот мы видим что даже о птицах бог насколько заботиться и неужели мы можем себе позволить думать о том что где-то в каких-то наших проблемах бог о нас не позаботиться о нас о которых он пролил свою кровь конечно же он будет о нас заботиться и нам помогать 27 стих да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту хотя на один локоть вот мы видим что вот эти такие вот хлопоты заботы вот они по сути много не поменяют в нашей жизни принесу только одно беспокойство и об одежде что заботитесь посмотрите на полевые лилии как они растут не трудятся не придут но говорю вам что и соломон во всей славе своей не одевался так как всякое из них если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь бог так одевает коль ми паче вас маловеры итак не заботись и не говорите что нам есть и что нам пить или во что одеваться потому что всего этого ищут язычники и потому что отец ваш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом ищите прежде всего царствие божие и правда его и это все приложится вам и так не заботись о завтрашнем дне но завтрашний день сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы дорогие друзья мы видим что нужно заботиться о божьем и тогда бог позаботиться о наших потребностях это не означает что мы возможно в какое-то утро проснемся и у нас настолько все будет хорошо и дорогие машины и все остальное нет потому что это нам не нужно но то что нам действительно в нашей жизни нужно оно сам 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 найдет себя если мы будем искать божьих интересов и мы должны также понимать что все что постигает нас в нашей жизни это все приходит из руки нашего бога если даже возможно кто-то говорит что меня постигло какое-то зло вот мы видим также пример за иова потому что всю нашу жизнь контролирует наш бог и даже если у нас происходят какие-то такие случаи то это допускает наш великий бог для того чтобы возможно вот где-то вот мы получаем какую-то беду для того чтобы бог послать чтобы сохранить нас от еще большей беды я не знаю может я как-то уже давно приводил этот пример когда я был чуть-чуть помоложе еще то у меня была такая ситуация в которой я впал в такую тревожность можно сказать находился в ней где-то две недели и у меня был такой случай что я копил деньги и купил себе машину и ну я так полагался на себя что вот наверное я смогу сам подобрать себе что-то хорошее хороший вариант и так получилось что вариант оказался настолько плохим что мне пришлось продать эту машину наполовину дешевле сразу через две недели и просто избавиться от нее чтобы я ее вообще не видел потому что я как смотрел на нее у меня сразу исчезал мир в моем сердце и я вот так две недели я тогда еще помню ходил на шпрах курс и не помню вообще что мне учительница говорил я вот был на этом зациклен конкретно эти две недели и как-то один момент я находился дома и меня такая мысль осенила я просто вспоминаю как я упал на колени и просто начал просить у бога прощения за это и потом благодарил бога за то что бог мне послал эту ситуацию потому что в тот момент я находился в таком состоянии где я не был так близок к богу я находился во всей этой земной суете и бог мне просто так ярко дал этот пример в моей жизни что я просто благодарил бога и понимал в тот момент что вот где то у нас возможно есть какие то финансовые трудности какие то проблемы которые вот приводят нас такое состояние но мы должны сравнивать себя с такими другими ситуациями которые мы бывают у других людей я тогда подумал у меня слава богу все хорошо в принципе сын здоров с женой хорошие отношения и если так в общем посмотреть то это оказывается вообще не такая большая проблема как я был сильно на ней зациклен поэтому очень важно смотреть что если где то у нас какие то ситуации в жизни такие происходит из-за которых мы впадаем в такое подавленное состояние то возможно это бог так работает с нами чтобы наоборот нас приблизить к себе плач иеремии 3 глава 37 38 стих кто это говорит и кто бывает чему господь не повелел быть не от уст ли всевышнего происходит бедствие и благополучие то есть мы видим что в нашу жизнь может происходить как и бедствие так и благополучие от нашего бога и если брать людей которые не верят в бога то ихний мир в сердце зависит в общем от обстоятельств которые их окружают и от того если у них все вот хорошо получается только все что то идет не по плану то человек начинает терять этот мир но у нас у людей которые мы верим и мы доверяем нашему богу оно не должно этот мир не должен основываться на обстоятельствах и а должен основываться на доверии богу который правит всеми этими обстоятельствами если бог что то посылает в нашу жизнь то я уверен что он об этом позаботится и если он что то допустит то он нас не оставит и сверх того что мы можем перенести бог нам никогда не посылает второй второй пункт я хотел бы к нему перейти это пребывание в молитве еще раз но всегда хочу обратить внимание всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания перед богом когда мы начинаем беспокоиться о каких то вещах то нам нужно остаться наедине с нашим богом и просто рассказать ему что происходит в нашей жизни вместо того чтобы суетиться пытаться самому что то решить нужно бежать к нашему богу и просить у бога помощи очень важно чтобы все мы имели вот это утреннее общение с нашим богом я замечал по себе что очень часто оно как то в этой суете просто бывает утром забываешь помолиться почитать библию просто сел в машину и так в машине думаешь я помолился и и все на этом все нормально 1 петра 5 глава 7 стих все заботы ваши возложите на него ибо он печется о вас это очень важно как я еще раз говорил чтобы мы имели общение с нашим богом не вести вот этот монолог который сам себе в мыслях думаешь надо сделать это надо это решить так я смогу это сделать нужно этот монолог перейти в диалог и просто прийти к нашему богу и сказать бог посмотри у меня такая есть ситуация помоги мне в ней якова 4 глава 2 стих и не имейте потому что не просите очень ну возможно есть такое у нас что мы уже начинаем перебегать к богу тот момент когда уже мы сами что-то не можем решить и может мы думаем что к богу можно приходить тогда просить о чем-то конкретном серьезном но на самом деле нет даже во всех мелочах где нам нужна помощь мы можем всегда молиться и вызывать к нашему богу есть одна такая история которая мне так же понравилась об одной семье которая жила очень тяжело у них были очень много долгов и у них была единственная корова от которой они могли получать немного денег и однажды пришел к ним человек которому они должны были деньги и он сказал им раз вы не можете мне отдать тогда я заберу у вас эту корову и тогда эта семья упала на колени и начали просить у бога помощи так совпало что в этот момент заходит сын маленький его не было и он принес две золотые монетки такие показал говорят я вот ходил на огороде и нашел такое оказывается крот копал там что-то у себя и вот выкопал такие две монетки и вот мы видим что можно так сказать что сложный момент когда нам надо помочь что бог даже может и кротов использовать на служение как еще мы вспоминаем за Илью когда он находился тогда бог послал воронов которые также ему помогали также очень важный аспект чтобы иметь мир в сердце нужно всегда быть благодарным это очень важное условие для того чтобы иметь мир в сердце Аввакум 3 глава 17-19 стих хотя бы не расцвела смоковница и не стало было плода на виноградных лозах и маслина изменила и нива не дала пищи хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах но и тогда я буду радоваться о господи и веселиться о боге спасения моего неблагодарный человек он всегда будет очень недовольный и он не будет иметь мира в сердце 1 Тимофея 6 глава 6 стих великое приобретение быть благочестивым и довольным вместо того чтобы смотреть на то что у нас нет давайте мы посмотрим на то что у нас уже есть и будем благодарить за это нашего бога и к последнему я бы хотел перейти это именно об обретении мира еще раз стих и мир божий который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе то есть мир он превыше нашего ума и не стоит полагаться на себя что мы можем какие-то все вопросы свои порешать сами но стоит всегда доверять нашему богу и как уже есть вот можно сказать так что мы должны отвергнуть беспокойство пребывать в молитве и тогда мы сможем приобрести мир в своем сердце и есть еще такой пример что однажды выставлен был на продажу очень старый дом и два покупателя хотели его купить и один пришел посмотрел на него он был очень такой в неухоженном состоянии все заросшее вокруг внутри очень много ремонта надо было делать он посмотрел на него и отказался от него он видел только вот такие все вот такое страшное и негативное а второй он несмотря на все это он уже себе представлял наперед что вот я сделаю здесь ремонт буду ухаживать здесь будет жить моя семья и мы будем счастливы в этом доме и наше сердце оно вот так же как и дом мы должны за ним следить ухаживать чтобы в нашем сердце всегда присутствовал мир колоссянам 3 глава 15 стих и довладычествует в сердцах ваших мир божий которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны и евреям 12 глава 14 стих старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит господа я бы хотел так же коротко обратить наше внимание именно на обиды это совсем другая тема проповеди но я коротко так же хотел бы сказать что они очень сильно разрушают мир в наших сердцах я кто из вас был на ночь и бдение я у нас когда была молитва вот это друг за друга я как раз укладывал ребенка в коридоре я когда ну зашел в зал я когда увидел меня это так тронуло когда люди начали подходить друг к другу и просто просить прощения слава богу за это и очень важно чтобы мы старались избавиться от всех этих обид потому что обида это очень такая штука что чем дальше мы ее затягиваем чем она укореняется в наших в наших сердцах и очень часто в наших у нас нет мира просто потому что мы не слышим голос нашего бога я такой пример бы хотел привести что вот я уже очень долгое время с самого начала нахожусь в команде где мы видеосъемкой занимаемся и особенно когда это очень заметно было когда мы находились на конференции ввели прямую трансляцию и очень заметно было то что как важно мы тогда у нас были наушники и мы всегда прислушивались к одному кто говорил что каждый должен снимать и если это делать все как-то по-своему и тогда очень много получается ошибок всяких таких ляпов в прямой трансляции оно если прислушиваться я так заметил к тому что говорит ты это снимай ты другое снимай тогда очень все хорошо и слаженно получается и также очень важно чтобы мы не теряли вот эту связь с нашим богом потому что если мы будем терять связь с нашим богом мы будем впадать в это беспокойство и тогда мы будем начинать винить всех вокруг себя что виноват или церковь или пастырь что-то не так сказал и все остальное чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами если мы будем отступать от христа то очень тяжело будет найти этот мир и обрести его очень важно чтобы мы приходили к христу и просто просили у бога боже пошли нам мир в наше сердце и если мы будем у бога просить то бог обязательно нам даст потому что бог он есть бог мира и мы сейчас говорили вот о мире в наших сердцах и я думаю что каждый из нас должен заботиться об этом чтобы искать его потому что бог не спрятал его этот мир доступен для каждого из нас и давайте постараемся избавляться от того что разрушает этот мир в наших сердцах больше всего хранимого храни сердце твое потому что из него источник жизни и в заключение я хочу сказать такие слова которые записаны в числа 6 глава да благословит тебя Господь и сохранит тебя да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир аминь